Жить стало лучше, жить стало веселей. Примерно так мы можем сказать после выборов. Это судя по обещаниям кандидатов в президенты. Взять хотя бы Жигулида Ирабаева, манну и небесную он не сулит, зато намерен укрепить сельское хозяйство. Увеличить надо производственную мощность заводов и обеспечить рынок экологичными продуктами. Здесь большинство жителей занимается сельским хозяйством. Население делится своими проблемами, например, о том, что дорогой бензин и сельхозтехника. Его оппонент Нурлан Ауизбаев планирует попразднить Сенат, а Мажелис сделать единственным законодательным органам. Населению ведет стандарты качества жизни, в которых будут учтены все потребности человека. В ответ он получает такие вопросы. Про автобусы, маршрутных автобусов, обеспечение питьевой водой, электроэнергии. Вот это все масса подорожания продуктов ежедневных. Плод до управления государством. А вот Мирам Кожикен намерен найти оптимальный баланс между платным и бесплатным образованием. Также широкое развитие казахского языка не ущемляет другие этносы и языки. Как и принято, перед выборами он идет в народ. Встречи были насыщены. Особенно мне понравилась встреча со студентами. Студенты показали себя людьми раскрепощенными. Очень было много вопросов. Я даже хотел был остаться, но времени оставалось мало. Сразу две женщины претендуют на пост президента. Одна из них – Каракат Абдена. Она представляет Национальный альянс профессиональных соцработников. Она предлагает признать домохозяйку, которая воспитывает ребенка работницей. Включить этот срок в трудовой стаж. Преподаватели играют очень важную роль в воспитании нашего общества. Они – очень мощная сила, воспитывающая нашу молодежь. Очень важно поднимать на высокий национальный уровень вопрос культуры, образования и воспитания. Салтана Турсенбекова, между тем, обещает обеспечить 100% охват медпомощью сельское население. Она предлагает снизить пенсионный возраст для людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. И для женщин тоже. Особый вопрос защиты прекрасного пола встал у нее при посещении таких заведений, как кризисный центр. Действующий глава государства пообещал, что по всей республике будет создана сеть современных перинатальных центров. Откроется национальный центр детской онкологии, гематологии. В плане образования создадут полтора миллиона ученических мест, чтобы решить проблемы школ. До выборов осталось меньше трех недель. Глава профильного ведомства Бахдат Мусин объяснил причину плохого качества интернета в стране. В Казахстане были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Отмечается, что целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Были проведены технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что и могло привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы, полагает министр. Вы знаете все, что 29 сентября государственная техническая служба объявила о том, что были зафиксированы атаки на инфраструктуру Республики Казахстан. Поэтому для того, чтобы не только исследовать из-за чего это было или откуда это было, а для того, чтобы повысить уровень защищенности инфраструктуры, определенные работы проводятся. При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Но наша самая главная задача именно государственной технической службы в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Удивительно, что с момента появления интернета прошло не так много времени, но сейчас может показаться, будто он существовал всегда. В современном мире нельзя представить отсутствие этой технологии, которая открыла огромные возможности для поиска и обмена информацией, общения, образования, развлечений и бизнеса, не выходя из дома. Уровень пользователей интернета с каждым годом только увеличивается. Но качество местного интернета плохое. Вы все знаете, что даже на определенные сайты СМИ были определенные атаки. Поэтому, чтобы это все предотвращать, нам нужно повышать свой уровень информационной безопасности. В свое время к созданию интернета приложило руку множество людей. В первую очередь, военные и научные исследователи. Все началось во второй половине 20 века, когда началась холодная война, глобальное противостояние между правительством США и СССР. Именно в этот момент США решают разработать систему связи, способную быстро и безопасно передавать данные. Правительство одобрило комплексный план социально-экономического развития у Латавской области на 2022-2026 годы. На его реализацию планируется привлечь порядка 1,4 триллиона тенге инвестиций. Это позволит выполнить более 120 мероприятий в разных сферах. Будет запущено 9 новых заводов и промышленных комплексов, 11 инвестпроектов по производству и переработке сельхозпродукции. Также для решения жилищных проблем будет проведена работа по реновации жилищного фонда города Жесказган, которая затронет порядка 137 домов или 1058 квартир. Вместе с тем, в рамках транспортной инфраструктуры будут реконструированы здания железнодорожного вокзала и аэропорта, в том числе взлётно-посадочной полосы. Для решения проблем нехватки медучреждений предусматривается возведение и капитальный ремонт пяти объектов здравоохранения. В сфере образования планируется запуск четырёх новых детских садов на 880 мест и четырёх дворцов школьников на 1100 мест. Также будет проработан вопрос строительства Государственного технического университета, а в сфере культуры и спорта планируется строительство и реконструкция шести объектов культуры. К 2026 году будет обеспечен рост объёма промышленности на 41%, в том числе обрабатывающей промышленности на 35%. Объём инвестиций в основной капитал вырастет в 3,7 раза, а выпуск продукции субъектами малого и среднего бизнеса в 2,5 раза. Премьер при этом отметил, что Улытау обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической и лёгкой промышленности и машиностроения. В области расположен крупнейший в Казахстане производитель МИДИ с полным циклом производства. В сфере энергетики предусматривается возведение ТЭЦ-2 в Жасказгане, а также модернизация тепловой станции номер один в Садпаеве. Реализация мероприятий комплексного плана придаст значительный импульс развитию новой области и позволит повысить благосостояние населения региона. Будут также реализованы проекты по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, решены экологические проблемы. Самое главное, до 2026 года будет создано порядка 9,5 тысяч новых рабочих мест. Напомню, Улытауская область впервые появилась на карте Казахстана летом 2022 года. Жасказган из обычного города стал областным центром. Вопросов и текущих проблем, как и в любом регионе, хватает. Решить их обещают оперативно и вовремя. Сигареты без документов и сертификатов продавал житель Акмулинской области. Табачные изделия реализовывал там же. С марта по июнь текущего года гражданин Гулиев приобрел табачную продукцию без документов, которая подтверждает качество и происхождение товара. Хранил его он в контейнере на территории рынка в Астане и успел реализовать в городе Акколь Акмулинской области. Всего товар на общую сумму 775 тысяч тенге автомобиль с контрафактными табачными изделиями был задержан при перевозке товара из столицы до города Ирии Ментау. Там планировал он реализовывать через магазины розничной торговли. В ходе проведенного осмотра транспортного средства обнаружены изъяты табачные изделия в общем количестве 34,5 тысячи пачек. Согласно заключению регионального департамента госдоходов, общая стоимость изъятых 37 тысяч 150 пачек подакцизных табачных изделий составляет почти 22 миллиона тенге. Департаментом АФМ по Акмулинской области завершено досудебное расследование. Приговором суда Гулиеву назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Скандал вокруг гаражного кооператива разгорелся в Актубе. Уже полгода люди отстаивают свои интересы в суде. Но пока идут разбирательства, застройщик уже приступил к строительству многоэтажного дома и разрушил часть гаражей. Земля, на которой стоят гаражи, в последнее время стала зоной боевых действий между их хозяевами и застройщиком. Некоторые владельцы на своих гаражах даже написали вот такие угрожающие надписи «Троните закопаю». К слову, строительная компания из Алматы уже выкупила несколько гаражей и начала их сносить. По словам Валентины Мацук, ее покойный муж, работавший в летном училище, построила этот гараж еще в начале 80-х. Добротная капитальная постройка много лет приносит пользу семье. Здесь хранятся вещи, соленья, есть даже погреб для хранения овощей. Машину, правда, пришлось продать после того, как пенсионерке не дали приватизировать землю. Два раза пытались выкупить, и два раза мне отказывали. Выкупить в собственность землю. Тучи над кооперативом стали сгущаться в мае, когда стали срезать гаражные ворота и разбирать крыши с помощью крана. Всего взломали 20 строений и обнесли территорию новым забором. Тогда люди объединились и подали в суд на Акимат. Как можно было разрабатывать план ПДП со статусом жилого массива, если вопрос с владельцами гаражей, гаражниками не решен. Судья задает Акимату вопрос. Вы выделяли? Нет, не выделяли. Тогда получается, что это незаконное строительство. В этом кооперативе насчитывается около полутора тысяч гаражей, половина из которых приватизирована. Застройщик выкупил лишь всего 30 строений. По словам владельцев, их не устраивает сумма компенсации. Они требуют Акимат продлить с ними договор аренды на три года. У меня не один гараж, я скажу, у меня вот три гаража. Ну, факт, что я уже 35 лет пропользуюсь этими гаражами, как это можно понять, что это не мои гаражи? Они что, в воздухе подвешены? Они же на земле стояли. Земли в Казахстане валом. Дайте людям, пусть пользуются. Если нет у него возможности выкупить землю, пусть он уплотит за аренду. Ну, задайте, 3-5 лет, потому что полгода бегаешь по этим кабинетам, подписываешь, а через полгода, говорят, все, срок закончился. Гаражный кооператив почти слился с новостройками и мешает развитию нового микрорайона БАТЭС-2, говорят в Акимате. По словам чиновников, на этом месте планируется построить многоэтажный дом. Однако насильно отдавать гаражи никого не заставляют. Частный инвестор сам договаривается о цене и выкупает землю у собственников. Это новый жилой массив. Здесь надо понимать, учитывать, что ранее эта местность не была такой, как сейчас. Тут-то не было такого широкого развития. Это была степь. И, соответственно, эти гаражные кооперативы были вынесены сюда. Но, как вы видите, в настоящее время это центр города. Идет очень динамичное развитие. По генеральному плану Ак-Тубе от гаражных кооперативов со временем не останется и следа. Земля уже разбита на несколько участков, половину из которых застроят жилыми комплексами. Что касается строительства автостоянок и паркингов, то в каждом ЖК, говорят проектировщики, данный вопрос уже проработан. В Мангистау птицефабрика может потерять около 200 тысяч кур. Избежать массовой гибели домашних птиц можно, если в срок доставить корм сетует руководство. По словам руководителя предприятия, более 300 тонн корма должны были доставить три дня назад. Сегодня вагон с кормами находится на территории Карагандинской области. И когда доедет до Мангистау неизвестно. Ну а пока специалистам приходится отправить корм спать. Спящий режим. Казар, свет научерпе. Чтобы растянуть время до прибытия корма, мы включили режим сна. В спящем режиме сейчас выключаем свет и будем держать до прибытия корма. Думаю, на два-три дня хватит. Птицефабрика в Тубкараганском районе открылась летом прошлого года. Способна производить 5000 тонн куриного мяса в год. Ежемесячно, выпуская 400 тонн продукции, регион на 50% обеспечен мясом птицы. Поскольку область расположена в отдаленной местности, предприятие «Корм для птиц» заказывает вагонами из северных и восточно-газахстанских областей. Однако жизненно необходимая посылка постоянно опаздывает. Сложную ситуацию на птицефабрике прокомментировали представители местных властей. «Мы не знали, что у птицефабрики есть проблемы с доставкой корма. Так как они не обращались, об этом не извещали. Мы сейчас оперативно свяжемся с ответственными за перевозку, будем экстренно решать ситуацию». Компания сейчас упаковывает и готовит на отправку последнюю партию своей продукции. Больше на забой птиц нет, сетуют руководство. Если не решить проблему ближайшие два дня, птицы не выживут, а более ста человек останутся без работы. 40 административных правонарушений выявлено в период навигации в Западно-Казахстанской области. Специалистами инспекции транспортного контроля зарегистрировано 12 фактов использования судов без средств индивидуального спасения, 7 фактов использования судна без соответствующих документов, 4 факта управления судами, не зарегистрированными в установленном порядке. С 26 октября текущего года период навигации в Западно-Казахстанской области считается закрытым. «Уралокаспийским филиалом республиканского государственного казённого предприятия «Казахстан-Сужолдаре» завершены работы по выставлению, снятию и обслуживанию знаков навигационного оборудования на обслуживаемом участке реки Урал. Тем самым закрывается навигация для речных судов на судоходных водных путях реки Урал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова